Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 14 июля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых, Аркадий, Алексея, Петра, Ангелины. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня также Святая Церковь совершает память святых мучеников, чудотворцев и бессребреников Косьмы Демиана. Родные братья, родом из Рима, врачи по профессии приняли мученическую кончину в Риме при императоре Карине. Воспитанные родителями христианами в правилах благочестия, они вели строгую, целомудренную жизнь и были удостоены от Бога благодатного дара исцеления болезней. Своим добрым и бескорыстным отношением к людям, соединенным с исключительным милосердием, братья многих обращали ко Христу. Святые обычно говорили больным, «Не своей силой мы врачуем болезни, а силой у Христа, истинного Бога. Веруйте в Него, и будете здоровы». За бескорыстное лечение недугующих святых братьев называли безмездными врачами. Действенное служение ближнему, духовное воздействие на окружающих, многих приводящее в церковь, привлекло внимание к братьям римских властей. За врачами были посланы воины. Услышав об этом, христиане просили святых Косьмой Дамиана укрыться на время ради тех, которые прибегали к их помощи. Но не найдя братьев, воины схватили других христиан в селении, где жили святые. Тогда Косьмой Дамиан покинули убежище и отдали себя в руки римских воинов, попросив отпустить взятых вместо них заложников. В Риме святых вначале заключили в темницу, а затем повели на судилище. Братья открыто исповедовали предримским императором и судом свою веру во Христа Бога, пришедшего на землю спасти человеков, искупить грех мира, и решительно отказались принести жертву языческим богам. Они говорили, «Мы никому не причинили зла, мы не занимаемся волшебством и чародейством, в чем вы нас обвиняете. Мы врачуем недуги силою Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и не берем никакого вознаграждения за помощь больным, потому что Господь завещал своим учеником. Даром получили, даром отдавайте». Однако император продолжал настаивать. По молитве святых братьев, исполненных благодатной силой, Бог поразил Карина внезапную болезнью, чтобы он на собственном опыте испытал всемогущество Господа, не прощающего хулы на Святого Духа. Люди, видевшие чудо, восклицали, «Велик Бог христианский, нет другого Бога, кроме Него». Многие веровавшие просили святых врачей исцелить императора, и сам он умолял братьев, обещая обратиться к истинному Богу, Христу Спасителю. Святые исцелили Его. После этого Косьмай и Демиан были с честью отпущены на свободу и вновь принялись за врачевание болезней. Но чего не могли сделать ненависть язычников и жестокость римских властей, совершила черная зависть, одна из сильнейших страстей греховной природы человека. Старый врач-наставник, у которого в свое время братья изучали врачебное искусство, стал завидовать их славе, доведенный до иступления этой коварной, все иссушающей страстью, он призвал святых братьев, когда-то любимых своих учеников, будто бы для собирания редких лекарственных трав, и завитя их далеко в горы, убил, а тела бросил в реку. Так мученически окончили свой земной путь безмездные целители, святые братья Косьмай и Демиан, всю жизнь посвятившие христианскому служению ближним, избежавшие римского меча и темницы, но предательски убитые учителем. Господь прославил своих угодников, и ныне по молитвам святых бессеребренников получают от Бога исцеление все, с верою притекающей к их святому заступничеству. Есть очень важный духовный закон, который обязательно нужно всем усвоить и исполнять. Святый Апостол говорит, без веры угодить Богу невозможно, ибо всякий, приходящий к Нему, должен веровать, что Он есть. Удивительное качество человеческой души — вера. Вера, которая открывает для Бога возможность действовать в этом мире, в жизни человека. Вера, как некоторая дверь к нашему сердцу, к нашей душе. Поэтому Господь всегда, прежде чем совершить какое-либо чудо, Он спрашивал, «А ты веришь, что Я могу это сделать? Есть ли у тебя доверие ко Мне? Есть ли уверенность в том, что Я могу это сделать?» И только когда Он получал утвердительный ответ, совершалось или исцеление, или прочие многие великие чудеса. Вера — это проводник благодати Божией в наше сердце. Поэтому так важно, чтобы человек веровал или доверял. Потому что и в общении между людьми очень много значит доверия. Потому что если у человека доверие есть, значит, то, что ему будет сказано, он воспримет как руководство к действию. Если доверия нет, он пропустит мимо ушей. Каждый священник знает на своем опыте, когда к нему обращаются с верой, а когда просто, чтобы поумничать. Ну, потому что в этот момент происходит определенное чудо с самим священником. Он может быть очень простым и не совсем даже богословски образованным. Он может не уметь красиво говорить и проповедовать, но как однажды в жизни Господа Иисуса Христа, когда он шел через толпу, к нему прикоснулась женщина, кровоточивая, и благодать исшла из Христа, перешла к женщине. Он ее еще не видел, а она прикоснулась только к его одежде. И вот он остановился и говорит, «Я чувствовал силу, исшедшую из меня, потому что ко мне прикоснулся некто, прикоснулся особым образом». Ибо женщина говорила, сверую в себе, что если прикоснусь, только прикоснусь к нему, то выздоровлю. Так и в духовной жизни. Недавно подошел молодой человек с вопросом, очень нетрадиционным для молодых людей, потому что у них в голове совершенно другие интересы, другие цели. И он спрашивает, что делать, чтобы воцерковиться, чтобы войти в церковь, чтобы узнать духовную жизнь. И этот вопрос, он, вернее, не вопрос, а то состояние, из которого он был задан, что человеку действительно это было интересно. У него было доверие, и у него священник вызывал авторитет. ответ был настолько точный, четкий, внятный, убеждающий и дающий ясные ориентиры, в какую сторону двигаться. Понятно, что очень много будет зависеть от решимости юноши, от его готовности исполнить, но вот этот контакт, основанный на доверии, он дал возможность Богу действовать через священника и сказать очень важные слова. Так оно и всегда бывает. Когда человек искренне доверяет, когда ищет волю Божью, то, как преподобно Водорофей говорил, если с таким настроем человек спросит и у ребенка, ребенок скажет, что нужно сделать, чтобы угодить Богу. Очень важное свойство души вера. Она открывает вход в душу. Это прекрасно понимает дьявол. И он этим всегда пытается воспользоваться. Потому что его клевреты, ну, то есть такие служки всевозможного рода целители, колдуны, маги, они также ожидают от человека доверия. Потому что пока человек им не верит, то есть не исполняет их советов, то невозможно проникнуть в этот очень крепкий защищенный мир нашей души. Поэтому так важно, чтобы добиться от человека. Верят они в это или нет. Когда человек свою веру к ним обращает, тем самым он раскрывает свою душу для их воздействия. И через эти открытые ворота входят нечистые духи, которые порабощают душу, делают человека несчастным пленникам и рабом темных сил. Веру необходимо воспитывать. Во-первых, она должна быть истинной, потому что огромное количество представлений не соответствуют истине. Истина — это Христос. истина о Христе она находится в Евангелии, а более в общем она находится в Церкви, потому что Церковь — это хранительница и воспитательница веры в душах людей. Церковь — это школа спасения. В Церкви проще всего человеку обрести живой опыт веры, потому что вера — это не теоретически правильное понятие об истине, это созерцание истины, это жизнь в истине. Поэтому всем хочется пожелать — ищите веры, трудитесь над ней, просите у Бога, веруя в Господи, помоги моему неверию, стяживайте благодать Духа Святаго, которая всегда приходит и укрепляет нашу веру, и помогай нам всем, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok